Дорогие друзья, на сцене артист, который свободно владеет узбекским без словаря. Абит Асомов! Дальше товаров было мало, но названия были понятные. Сейчас товаров много, названий еще больше. Нормальный человек путается. Ночью телевизор смотрю, женские ноги показывает, так аккуратно колготки одевает. Я думаю, ооо, начинается. Точно, женский голос говорит так сексуально. Си-си. Я полчаса ждал. Ноги показали, колготки показали, си-си нет. Оказывается, это итальянская реклама. Кругом, кругом обман. Захожу в магазин, копейка называется. На сцене посмотрел. Ой, шай там. Какой копейка? Это настоящая рублевка. А название. Сыр президент. Хрем боярский. Ну, дартарян, да? Сосиски мужские. Вообще странно. Яйца богатырские. Я думал, куда в России богатыри исчезли? Они, оказывается, яйца высиживают. По-моему, всем большим учреждениям, ресторанам, магазинам надо давать нормальные названия, хотя бы из старых кинофильмов. Например, детский сад, маленькая вера. Школа, сукины дети. Салон красоты, чучело. Торговый рынок, кавказский пленник. Коммерческий банк, горы в законе. А это ларек, где шаурма продают. Ко мне Мухтар. Я очень прошу, вот это телевидение российское. Когда вы новости показываете, пожалуйста, вот эту бегущую строку не пускайте, я вас прошу. А то моя жена думает, что караоке, и все новости громко поет.